Городской округ Люберцы стал лидером в Московской области по количеству фандоматов. В школах, спортивных объектах, МФЦ и во дворах установлено 57 автоматов для сбора пластиковой и алюминиевой тары. Один из экопунктов, расположенный в 27-й школе, посетила съемочная группа нашего телеканала. Кроме учебников и детрадей, дети приносят с собой в школу пластиковую тару. Бережному отношению к вторсырью их приучил вот этот фандомат. Ученица 1-го ГА, Анастасия Карауш, не выбрасывает ни одну бутылку из-под воды или сока. Я их приношу сюда в школу, чтобы не загрязнять все, чтобы наша земля была чистая, и чтобы не загрязнялись моря либо речки. За год только этот автомат собрал более 220 килограммов вторичного сырья. Это большой вклад в защиту окружающей среды. Ведь на окончательное разложение алюминия уходит около 500 лет, а пластика от 200 до 450. Конечно же, вопрос переработки стоит очень важным, потому что количество пластика, количество того, что используют люди, растет в геометрической прогрессии. Чем больше мы будем перерабатывать, тем больше будет пользы для нашей природы, для нашей экологии, для наших детей. Дети очень ответственно подходят к этой истории. Я разговаривала с родителями, дети экономят бутылки, сохраняют их для того, чтобы прийти в школу. И сам процесс им нравится – опустить именно в эко-пункт. Забережное отношение к природе школьники получают бонусы. После того, как пластиковая бутылка попадает в фандомат, система выдает чек, который в дальнейшем дает скидку на покупки в сетевых магазинах и закусочных. Луиса Икиасаря, Сергей Квоздев, телеканал ЛРТ.